здравствуйте дорогие друзья все и пренепременно сегодня я хочу рассказать вам об одной прекрасной французской розе крестьян об этой розе мало информации крайне мало поэтому мне пришлось обратиться к своему французскому другу о том чтобы он кое-что накопал на французских сайтах и помог мне с переводом и я вам об этом с удовольствием расскажу и да у нас сегодня погода замечательная плюс 10 и в течение недели будет доходить до плюс 14 и пока мы с вами едем я вам расскажу о ее характеристиках и так роза крестьян тетедуа доминик массад собственной персоны 2016 год франция ли он из категории гранди флора с меткой жаростойкая серия роз лес провансале удивительная роза с густомахровыми цветами достигает лепестков аж до 130 штук окрас темный глубокий винного цвета или темно-красным с фиолетовым отливом который не выгорает на солнце и не становится коричневым как часто присуще розам с подобного цвета цвета цветки диаметром 80 сантиметров похожи на камелии благодаря идеально уложенным лепесткам в центре цветка лепестки нередко образуют форму в виде сердечка обладает легким ароматом соцветия очень компактные от 3 до 5 штук но когда роза наберет полную силу то она будет показывать целые грозди состоящие из бутонов от 5 до 15 цветов цветение розы христианте то дуа повторная обильная и довольно продолжительная сорт морозоустойчивый очень хорошей устойчивостью заболевания листва темно-зеленая по краю листа и на прожилках заметно бордовая окраска особенно на молодых листьях также побеги имеют слегка красноватый оттенок куст сам сильно рослый прямо стоячий но компактный что касается ширины которая составляет 70 80 сантиметров если сравнивать с высотой которая будет метр двадцать метр пятьдесят христианте тедуа прекрасно смотрится как в групповой так и в одиночной посадке особенно выразительно подойдут растения со светлой цветовой гаммой в то же время доминик массад заявляет о том что роза предпочитает более тенистые места несмотря на то что у розы есть метка жиростойкая не значит что ее нужно сажать на полное солнце она конечно выдержит но свою декоративность потеряет лучше придерживаться полутени первый же год массад произвел 300 саженцев и поэтому вполне понятно почему у нас было недостаточно этой розы а точнее сказать ее просто было не достать как говорит мария харченко редкая в россии к сожалению пока ее не купить невысокая примерно 80 90 сантиметров собран соцветия интересные и лепестки такая волнистый у нее закрут открытая чаша густомахровая без запаха интересная роза что же это за имя такое у розы крестьян тетедуа сорт назван в честь лучшего ресторатора франции и президента крупнейшей ассоциации шеф-поваров и его одноименный ресторан крестьян тетедуа был отомечен звездой мишлена в 2000 году крещение розы происходило на превосходной террасе ресторана антиквали в присутствии нескольких друзей крестьяна тетедуа конечно же в присутствии доминика массада как заводчика и кэролы колумб это жена сенатора мэра и президента метрополии леона вот она то как раз является крестной мамой розы которую окрестила бокалом шампанского честь крещения розы шеф-повар и его команда создали специальный десерт на основе красных фруктов дополненным мороженым и розовым соусом из розы девочки роза съедобная роза вполне съедобная а теперь по традиции давайте все-таки посмотрим те немногочисленные отзывы о розе крестьян тетедуа послушаем мнение достойных розоводов это сорт крестьян тетедуа интересная роза селекции массада это французы это шапу такой необычный у него у него цветок смотрите какая интересная но такая вот бордова немножко со светлой серединкой очень интересный заворот смотрите какая красавица очень интересная роза и в прошлом году я вам ее показывала и в этом году смотрите какой интересный цветок такие цвета прям необычные окрасы темного цвета тяжело передать на камеру я не знаю как мой телефон с этим справиться или нет смотрите какая красота заболела немножко черной пятнистости очень много выломала побегов сорт пострадал у нас но красавица прям необыкновенный сорт смотрите красивая я купила в прошлом году вегетирующий саженец он у меня не зацвел почему-то особо он не обмерз но я делал сделала ему короткую обрезку хочу показать какая она красавица посмотрите какое у нее сложение лепестков заявлено флорибунда метр двадцать метр пятьдесят прямостоячий куст со слабым ароматом ну вот посмотрю пока она у меня маленькая вот смотрите какой кустик может быть сантиметров сорок пока цветок держит очень долго первый цветок раскрылся неделю назад даже чуть больше недели я вам сейчас его покажу вот он до сих пор вот в таком состоянии красивая розочка новинка в моем саду что самое интересное и у нас и дожди и солнце но по моему она не реагирует не ухо и не выгорает не уходит в какой-то цвет как для меня это роза находка это конечно не десерт но новых встреч надеюсь вам понравилось это прекрасная роза мы с вами увидимся пренепременно пренепременно